Добрый день, уважаемые коллеги! К вашему вниманию представляется сообщение на тему «Сравнительный анализ экспрессии ароматазы в ткани рака молочной железы. Учёт носительства мутации BRCA1. Варианты оценки ароматазы, клеточной плотности опухоли и особенностей использовавшихся антиароматазных антител». Здесь представлены авторы работы. Как видно, они представляют разные подразделения нашего Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Здесь немало молекулярных онкологов. Есть патологи-морфологи, есть мамологи и есть эндокринолог. Так что вот такой многопрофильный коллектив собрался ради того, чтобы представить вам это сообщение. Прежде всего, актуальность – это продукция эстрогенов, в том числе вне гонадной, а в частности в жировой ткани. Это важный фактор патогенеза рака молочной железы. А сама цепь образования этих гормонов – это сложный процесс, идущий от холестерина через прогестины к заключительным, в кавычках, предшественникам эстрогенов. Но, по сути, это верно. Они предшествуют уже действительно эстрогенам. Это андрогены, что видно на следующих двух слайдах. И особенно на втором. Но первый просто говорит о том, что есть вне гонадной продукции эстрогенов, которая представляет собой феномен, как одну из важных мишеней и для профилактики, так и с большой долей вероятности для лечения рака молочной железы. А на этой картинке мы видим, что здесь важны два фермента, которые обозначаются как цитохром СИП-17 и цитохром-19. Я постараюсь навести от цитохром-19 – это ароматаза. А цитохром-17 – это называется более сложно. 17-альфа-гидроксилаза. Она способствует, в частности, образованию 17-гидроксипрогестерона. И она также частично из себя представляет 17-20 лиазу и приводит к формированию дегидроэпиандростерона и андростендиона, которые в конечном итоге приводят к образованию известного многим даже на слух хотя бы тестостерона. А из тестостерона получается важный классический эстроген эстрадиол. И происходит там при этом превращение при необходимости эстрадиола в эстрон и из эстрона в эстрадиол. Целью настоящей работы было определить на основе иммуногистохимического подхода экспрессию ароматазы ключевого фермента биосинтеза эстрогенов в ткани карцином молочной железы в зависимости от принадлежности пациенток, пациента к группам с мутацией гена BRCA1 или бестаковой, клеточной плотности новообразования и ряда других параметров. Если говорить о материалах и методах, то на этапе 20-21 готов 235 образцов тканей молочной железы. Ну, прежде всего, речь идет, как мы понимаем с вами, о карциномах. Параллельно с оценкой особенностей экспрессии ароматазы иммуногистохимическим методом были подвергнуты анализу наиболее частых мутаций BRCA1. Анализ этих мутаций проводили методом аллель-специфической полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, как уже описано в работе, представленной вот здесь, и будет потом в списке литературы указано. И продемонстрировано на следующем слайде на примере мутации с инсерцией, заключающейся в добавлении нуклеотида цитозина в позиции 53-82. Мы с вами посмотрим слайд и потом вернемся к дальнейшему. Здесь надо, это в качестве примера вот того метода аллель-специфической полимеразной цепной реакции, и здесь важным моментом является упоминание дельта-сети, это параметр порогового цикла, и чем выше дельта-сети, как вот, например, в данном случае, с тем больше уверенности речь может идти о нормальном генотипе, или, как здесь показано, в диком типе, где мутации нет. С другой стороны, если дельта-сети меньше, как это вот видно на этом примере, то и речь может идти о гетерозигодной мутации, в данном случае о той, которую я назвал раньше. В период 2008-2009 года, то есть в более ранний период, сравнивали экспрессию ароматазы в новообразованиях молочной железы, полученных от 12 носительниц мутации гена BRCA1, и 22 пациенток, не имевших этой мутации. При этом для оценки иммуногистохимической экспрессии ароматазы использовали машинные моноклональные антитела ABD и Серотек или антиароматазные моноклональные антитела 2077. На этапе 2020-2021 года, изучая иммуногистохимическую экспрессию ароматазы, использовали антитела APKAM 139492, мышинные моноклональные антитела к ароматазе CLON GR250413. И привлекали метод при этом определения так называемого ароматейскор, основанным на бальном принципе, а также исследовали клеточную плотность ткани карцином. И основные результаты. На первоначальном этапе 2008-2009 годы экспрессия ароматазы оказалась более высока у носительниц мутаций в сравнении с пациентками со спорадическими случаями заболевания. То есть разница была статистически достоверна. Что дополнительно подтверждалось и данными других авторов, но полученными не в клинике, а на клеточных линиях с подавленным, или назовем так, выключенным диким геном BRCA1. На современном этапе 2020-2021 год различий по ароматейскор между шестью образцами с мутациями и двумя 129 образцами без мутации не выявилось, как и не было различий по клеточной плотности между случаями с мутацией BRCA1 и без нее, а также между случаями с ароматейскор 3 и ароматейскор менее трех. Вот тут представлен пример иммуногистохимической оценки, но иллюстрация взята из исходной публикации, поэтому прошу просто простить, что она такого качества, но пришлось использовать именно из исходной публикации. Вот она, я позднее покажу в списке литературы, название этой работы. Значит, экспрессия ароматазы на начальном этапе, проводившемся в 2008-2009 годах, использовались мышиные моноклональные титла, которые я назвал, но забыл упомянуть, что компания Sirotex в свое время была объединена с компанией BioRat, но название антител при этом никак не изменилось. Данные ниже представлены как среднее значение, плюс-минус ошибка средней на основе иммуногистохимической оценки экспрессии ароматазы при сравнении новообразования от пациенток с мутацией и без мутации BRCA1. Соответственно, 12 и 22 случаев. В этот период использовали такую систему анализа в баллах. 0 – нет окрашивания, 1 – слабое окрашивание, 2 – умеренное окрашивание и 3 – сильное окрашивание. При обсчете величина M плюс-минус M оказалась равна в случае наличия мутации BRCA1. 1 – 33 плюс-минус 0,37. В случае без BRCA1 мутации 0,45 плюс-минус 0,16. ИП, как вы видите, 0,04. То есть имелась статистическая достоверная разница. И очевидно, так сказать, что по данным статистической обработки в период 2008-2009 года, в материале от этого периода, случаи с мутацией BRCA1 характеризуются более выраженной экспрессией ароматазы, чем в случаях безданной мутации. В материале 2020-2021 годов этого, однако при оценке величины аромата и скорость в ранних группах выявить не удалось. И это видно по величине P, которая разными способами оценивалась. А здесь представлены иллюстрации для случаев с BRCA1 позитивным, заболеванием, и BRCA1 негативным. Аналогичным образом характеризовалась на этом этапе и клеточная плотность, где тоже разницы выявлены между представителями групп BRCA1, то есть BRCA1 позитивная и BRCA1 негативная выявлены не было. В заключение можно сказать, что обнаружены отличия между иммуногистохимической экспрессией ароматазы в ткани рака молочной железы в группах носительниц мутаций гена BRCA1 на этапах 2008-2009 года с одной стороны и 2020-2021 годов, что не исключено, как мы полагаем, могло быть связано с различиями в свойствах использованных антиароматазных антител. Клеточная плотность, как оказалось, не вносит существенных коррективов в полученные результаты. Хочу отметить, что следует иметь в виду, что ароматазы способны присутствовать не только в трансформированных и нормальных клетках маммарного эпителия, но и в клетках лимфоцитарно-макрофагального ряда, что дополнительно поддерживает интерес к этой тематике. И вот здесь обещанная литература, значит, представлено несколько работ, которые в значительной степени выполнены, в том числе коллективом, участниками коллектива, который вам докладывает, представляет сегодняшнее сообщение. И хочется в заключении выразить благодарность тем, кто принимал непосредственное участие в выполнении этой работы и тем, кто участвовал в обсуждении полученных результатов. И в целом, благодарю всех за внимание.